Всем привет! Добро пожаловать во Влокнопару. Я открыла все двери, все окна, чтобы свежий ветер пришел, проветрил после ночи, потому что у нас был кондиционер включен ночью. Но чувствую, что уже скоро придется включать кондиционер сегодня. Вчера тоже было 33, сегодня 33 будет. Душно уже. У меня сегодня на завтрак яйца со шпинатом, яичница болтуния со шпинатом и дыня. Всем приятного аппетита! Если мы показываем вот этот плед, это значит распаковка! Представляете, я уже не знаю, когда закончится, уже конец, ну и ладно, середина, грубо говоря, июля. Да уже за середину как бы перевалило. Это все должно было прийти в начале июня. Это вот такие прикольные наклейки. Тоже наклейки? Да. Я, кстати, очень удивилась, что... А что это за странные наклейки с людьми? С девушками. Да? Да. Я, кстати, очень удивилась, что по-русски на Алиэкспрессе русские надписи всякие. Китайцы, они быстро схватывают рынок. С Новым Годом! Happy New Year! По-русски Happy New Year! Хрюша! Что? Опять Новый Год? Кто куда? А я на пати. Ну, это на английском. А что, верх ногами нам показывают? Почему? Я вот выкладываю все. Вот это все по-английски. А что-то цветное пошло. О, белое на черное клеить. Что-то вот всякое. А что это за белое на черное? Ну, это белое на темные какие-то цвета клеить. Да. У нас что-то не кончается, не кончается. А это несколько наборов. Так это те же самые. Да. Вот такие девушки. Ой. И что, ты будешь такие делать наклейки себе? Ну, разные наклейки. С голыми девушками? Я понимаю, я тут мужчину спросила. С голыми девушками? Вот. Лисятки какие-то. Тут у нас попка чья-то. Угу. Вот это прикольно. А тут есть динозаврик. 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 Ананасик прикольный. Пандочка вот клювая такая. Злая пандочка. Да. Пандочка разъяренная. Вот. Ну, ладно. В общем, вот такие всякие надписи и наклейки. И сегодня, ну, слава богу, сезон еще не закончился, но нам, ну, мне пришел наконец зонт с ультрафиолетовым фильтром. Ну, это вообще нечто. Его мы заказали, по-моему, в середине мая, да? Если не раньше. Ну, мы все заказали в одно и то же время практически. Ой, ну, в общем. И мы все таки ждали его гораздо раньше. А как это он, интересно, так? Не знаю. Завернут. Опа. О, наконец. Да. О, почки. Мама же уже купила себе еще один зонтик. Ну, это полегче вроде бы и покороче. А ты все равно на солнце никуда не ходишь. Ну, может, пойду. Но зато этот очень красивый. Ну-ка покажите нам, какой он красивый. А, он с рисунком же. Он с рисунком, да. Сейчас мы его откроем. Уже ж никто не помнит. Помню. Значит, у него на нем вот эти вот какие-то тростниковые листочки. А самое главное, вот такая кошка обалденная. И он автомат, он открывается и закрывается, да? Ну, да, сейчас закроем. Автоматом. И у него черная. Как это, изнанка. И вот он закрывается. Да. Круто. Собралась сегодня делать пинчесы. Ну, помните, закуски такие мы делали на день рождения? Ну, сегодня так попроще, без всяких там паст специально навороченных. Что-то попроще. Вот сейчас буду обжаривать курицу. Эта грудка такая, полосочками порезанная. Засыпала кунжутным семенем. И сейчас полью вот таким соусом чили. Так, видно? Ага. Очень вкусные вот эти соусы. Я так в них влюбилась. Это, конечно, Аня их нашла, я бы сама не купила. И мы вот уже в разных магазинах брали. У нас есть из Меркадоне. Этот из карифура соус. Сейчас все это обваляю и обжарю. Смотрите, как классно получается. Пахнет исключительно замечательно. У меня не оказалось перчиков в баночке. Ну, таких. Они как не маринованные, но, в общем, консервированные. И я решила красные перцы потомить в масле оливковом и долила еще для остроты вот из такого набора огурцы маринованные с лучком. Рассольчику я туда добавила. И они у меня томятся. А это у меня настаивается смесь мелко нарезанных помидор и вот такие перчики. Они очень острые. И вот сейчас эта смесь я все порезала мелко, перемешала. И у меня все это будет настаиваться. Готовлю креветки на сливочном масле. Они у меня замороженные и не вареные. То есть свежезамороженные. Вот. Сейчас они у меня приготовятся. Хлеб слегка подсушивается на сковородке. Конечно, в прошлый раз я делала в духовке. Это лучше получается, но просто жарко очень. Я духовку вообще не включала. И, кстати, вот перцы тоже можно было бы проще сделать в духовке. И, может быть, вкуснее бы даже получилось. Но из-за жары я духовку не включаю. Хотя у нас кондиционер работает, но не хочу. Так. И вот такой он получается. Слегка подсушенный. Итак, первые, ну, по-нашему, бутерброды, по-каталански, по-испански, это пинчис. Два кусочка хлеба, но у нас двое, поэтому я делаю все закусочки по две. Сначала намазываю вот такой мусс из лосося. Сверху кладу перчики. Следующий слой, это, ну, у нас продается в виде крабовых палочек, а здесь в виде вот таких червячков. В общем, вот такая крабовая масса. И сверху еще приправляю вот этим, я даже не знаю, как сказать, соус, ну, в общем, смесь перчика с помидором. Вот такой получился бутерброд. Следующие два пинчиса. Мажу сначала вот таким конфитюром из лука. Сверху кладу по половинке яйца. Сверху скатала, ну, как смогла, шарики из Филадельфии. И в завершение креветки на палочках. Следующий закусон. Сначала авокадо намазываю. Потом тоже кладу перчик. И сверху курочка. Последний, не смотрите, что так страшно выглядит. Это такая оливковая паста. Она очень вкусная. Сверху маринованные огурчики. Дальше хамончик. Ну, по-разному я уложила. И такие маринованные луковички. Ой, какая красота. Вы только посмотрите, какой нереалибл нам устроила сегодня Ольга Ростиславовна. Без какого-либо повода. Обалдеть. Я просто так говорю, а когда будем есть? Спустя два часа мы даже садимся и будем... Не пугай народ, это не так на самом деле сложно. Да не, на самом деле не сложно, конечно. Я шучу. Не спустя два часа, но вообще шикардос. Вообще супер, супер, супер. Кто думает, что у нас зима? Не, у нас очень тепло. Просто у нас кондиционер работает. На улице бутатрака, у нас кондиционер. И мы надеваемся. Да. В общем, после прекрасного, офигенно вкусного ужина мы расходимся кто-то редактировать, кто-то в койку. Это я. Ну и благодарности. Я сегодня благодарна за ужин. Плюс у меня сегодня был выходной. Я очень благодарна за это. Вот. Всё. Я в очередь? Да. Я сегодня благодарна вообще за комфорт жизни. За кондиционер опять? Нет, не только кондиционер. Ну вообще всё. Знаете, я ужасно не люблю дачи. Вот меня сколько зовут на даче. Я ненавижу дачи, потому что там туалет на улице. Ну не у всех. Потому что там нет таких удобств. Нет, ну дачи, как обычные дачи, это как бы всегда так. Или там в деревню. Я люблю комфорт. Я люблю, чтобы из крана текла и горячая и холодная вода, чтобы не таз был. Цивилизация. Да, цивилизация. Вот. Поэтому я очень благодарна за комфорт в нашей жизни, в моей жизни. Я очень благодарна за то, что у меня такие классные животные. Я благодарна за то, что так вот из холодильника открыл, до стола что-то приготовил. Так здорово. Всё есть. И я, конечно же, благодарна за то, что Аньке сегодня отдохнула. Ух ты. Ну что, пишите тоже ваши благодарности. И мы с вами обязательно увидимся завтра. И всё. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Пока-пока. Пока-пока. ПОРОВ.